Сегодняшнее наше занятие посвящается функциональной антропологии Малиновского. В частности, мы будем рассматривать вопрос об идентичности некоторых основных явлений в данном обществе с точки зрения функции. Я приведу слова самого Малиновского. What really matters about such a story is its social function. It conveys, expresses, and strengthens the fundamental fact of the local unity and of the kinship unity of the group of people descended from a common ancestors. Значит, мы будем рассматривать вопрос о том, как определённое антропологическое явление, но в нашем случае вопрос будет касаться единства всей группы в целом, то есть целой нации, например, польской или литовской, в какой степени факт этого единства утверждается, подтверждается, выражается с помощью данного антропологического признака. Малиновский с этой точки зрения исследовал в основном туземцев океания, главным образом Новый Гвинеи, Австралии и прилегающих островов. Работал он именно на некоторых из этих Требрианских островов, и основные его работы посвящены этим культурам. И я хотел бы предложить свою собственную интерпретацию роли Малиновского в исследовании конкретно этого материала. Мне представляется, что сейчас мы совершенно по-новому на это смотрим. В свете открытий генетиков они в последние годы установили, что среди предков современного человечества есть определенная группа, я не буду сейчас входить в генетические детали, но только вам скажу, что из современных людей наиболее очевидно происхождение этой особой отдельной группы по тому, как выглядит ее геном, набор генетических признаков. И эта группа – это древнее население Сахула, того материка, который частично опустился под воду, но продолжается в населении, население Сахула продолжается в населении Новой Гвинеи и ряда островов вокруг Новой Гвинеи, которыми занимался Малиновский. Таким образом, с моей точки зрения, выводы Малиновского относятся прежде всего к этому древнему населению. С этой точки зрения, один из самых интересных выводов, подробно рассмотренный в одном из капитальных трудов – это сексуальная жизнь океанейцев, вот этих островов, это Большой Том, в нем показано, что в этой части современного человеческого населения не работает тот принцип, который сформулировал великий Зигмунд Фройд, когда он занимался ролью эдипового комплекса треугольника сын-отец-мать. Оказывается, для части человечества не менее важный треугольник – это мать, брат, матери и сын. Это та система, которая технически в антропологии называется аванкулатом. Она исследована у разных народов, соответствующие термины есть, между прочим, и в индоевропейских языках, и в славянском, поэтому и в тех языках, о которых сегодня идет речь, то есть литовского и славянских, это тот материал, который мы привлекаем для проверки некоторых идей Малиновского. Сами термины есть, но роль этих терминов менялась в разное время. Вот в свете открытия генетики можно думать, что в определенной части человечества работал вот этот принцип, отличный от принципа Фрейдова и Диппова комплекса. Но, в общем, если мы заменим отца на брата-матери, основные и остальные выводы остаются в силе. Малиновский исследовал с этой точки зрения мифы, магию этих народов. Очень коротко о магии, почему она оказывается нужной, потому что Малиновский рассматривает все явления с точки зрения их реальной функции в данный момент для данного населения. Но оказывается, что многие вопросы мы можем решить с помощью существующих установлений, а некоторые вопросы остаются без решения. И обычно население в таком случае обращается к магии. Вы меня можете спросить, а зачем нам это сегодня в нашем цивилизованном обществе? Оказывается, в нашем цивилизованном обществе мы очень много явлений рассматриваем, которые с точки зрения теории Малиновского относятся к магии, не имея в виду разного рода оккультные материалы. Но если мы посмотрим наше русское телевидение, вы без конца будете видеть всякие сведения о Джуне, о разного рода магах и волшебниках, которые каким-то чудесным образом решают те вопросы, которые никакая наука и никакая техника в данный момент решить не могут. Вот Малиновский нашел этот очень важный участок жизни любого общества, магию, которая подробно и замечательным образом им была исследована. Он также исследовал и ряд других основных функций общества, которые выполняются, соответственно, мифами. Таким образом, очень велико значение его работ в области мифологии. Я остановлюсь на одной специальной проблеме, которая важна для вопроса идентичности. Это вопрос о том, о какой группе идет речь, какое единство устанавливается с помощью мифа. И опять-таки, поскольку в той работе, которую мы начали совместно с Алексеем Васильевым, мы в основном касаемся мифологии и идентичности на материале Великого княжества Литовского, а потом Польского государства, когда оно формируется уже внутри, в пределах того, что до этого Великое княжество Литовское, возникает вопрос. Ну, скажем, если мы рассматриваем основные мифы, связанные с центром, с городом Вильнюсом, чему соответствуют эти мифы с точки зрения функциональной антропологии? Единство, какой группы они доказывают? Я сошлюсь на замечательную работу моего покойного друга из автора Владимира Николаевича Топорова о Вильнюсе, городе и мифе. Вы знаете, из тех материалов, которые собрал Топоров, следует, что существует такая версия мифа, которая нужна была для единства славянской части населения, и такая версия мифа, которая потом используется для обоснования единства всей литовской части населения. Коснусь этой последней, это легенда о такой охоте великого князя, князя великого княжества литовского, когда во время охоты натыкается на лиздейку, ребенка, который оказался в гнезде. И вы знаете, к этой части мифа можно подойти с самых разных точек зрения. Я позволю себе на одну минуту отвлечься от Малиновского и сказать вам о той доминировавшей части антропологии, которая предшествует открытию Малиновского. Доминировавшая часть была реконструкция самых древних остатков мифов. С этой точки зрения, миф о лиздейке, который используется для идентичности литовской части всего населения, фактически используется до сих пор, потому что этот миф, скажем, в переложениях этнологов, известен всем образованным литовцам. И по наслышке известен и не совсем образованным тоже. Так вот, я думаю, что очень важный факт это то, что для этого мифа мы можем даже через название, через то, что ребенка, которого нашел великий князь в гнезде, называли лиздейка, что восходит к древней форме лизда, соответствует славянскому, русскому названию гнезда и индоевропейскому откуда английская НЕСТ. Это очень древний миф, я проследил в ряде работ его происхождения, это посущенный универсальный общечеловеческий миф. Но в данном конкретном случае нас интересует не то, что интересовало антропологов дома Леновского, а именно индоевропейское или прославянское, про балтославянское происхождение мифа. Нас интересует то, как этот миф живет сегодня. Это главный вопрос, который вообще маленокси ставят по отношению не только к мифологии, к любым проявлениям совместной социальной жизни, будь то набор основных родственных, сексуальных отношений или другие проявления совместной жизни постоянно существующего коллектива. Вот с этой точки зрения идеи функциональной антропологии остаются современными, нужными для нас сегодня. И главный вопрос заключается в том, чтобы работу по антропологическому описанию и интерпретации существующих описаний построить так, чтобы не ускользала эта проблема, которая все время волновала Малиновского, а именно как мы исследование мифа соотносим с общей картиной функционирования данного коллектива в данное время. Под временем и коллективом я имею в виду то, что нас интересует по отношению к данному именно явлению. то есть скажем когда мы говорим о материалах самого Малиновского по существу мы рассматриваем то, что когда-то было на территории Сахула. Это факт древности, но он нас интересует когда мы его как бы оживляем, когда мы становимся в позицию антрополога, который описывает данное общество в данное время, что сейчас каждый из участников этого общества переживает как член коллектива, каким образом все, что он думает о прошлом включается в его настоящее, ну и в потенциальное будущее. Вот это огромные перспективы, которые были открыты в функциональной антропологии, которые в общем в малой степени повлияли на классическую этнологию, хотя я должен сказать, что сама по себе идея функционального анализа оказалась очень широкой и повлияла не только на антропологию, но, скажем, на науку, которую я более непосредственно занимаю всю жизнь, эту лингвистику. Я вот должен сказать, что из классиков структурной лингвистики XX века некоторые испытали непосредственное влияние учения у Малиновского так, великий польский лингвист, основатель целых направлений современной европейстики, Курилович специально ездил в Лондон, слушал лекции Малиновского, и это же можно сказать о замечательном норвежском специалистике по балтийским и славянским языкам Станго. Станго тоже посетил Лондон с той же целью. Почему Лондон в эпоху Малиновского был так вытягателен для представителей других гуманитарных наук? Потому что идея функции важна не только для любого из тех явлений, которые мы обычно относим к этнологии, но и для смежных наук. Но сам Малиновский это хорошо понимал в том, что касается языка. Я бы обратил особое внимание на специальную работу Малиновского о сакральных и других особенных чертах священного словаря. Его интересовало то, как язык связан с той магической функцией, о которой я говорю, как язык вообще связан с решением некоторых задач, которые коллективу трудно лишить в рамках существующей технологии, в рамках существующей науки. Для этого используются некоторые вспомогательные средства, к которым относятся слова, получающие священное значение. Я думаю, что такие слова есть в каждом языке в любой момент его функционирования. И, скажем, вполне естественный вопрос по отношению к русскому языку. Это разговорный язык, на котором мы сегодня говорим. Какие слова в нашем языке можно с общей точки зрения антропологии Малиновского считать священными? В какой степени некоторым словам приписывается магическая функция? как это достигается с помощью таких специальных совсем современных средств, как телевидение и так далее. То есть, вы видите, что целый ряд вопросов, которые, казалось бы, принадлежат просто к современной социологии, к исследованию массовых средств коммуникации и так далее, они, оказывается, связаны с общей проблемой идентичности. То есть, мы можем рассматривать вопрос об идентичности по отношению к современным национальным образованию, пользуясь набором некоторых основных понятий функциональной антропологии. На этом мне хотелось обратить внимание. В этой связи я призываю всех познакомиться. Довольно большой набор интересных наблюдений Малиновского на английском языке есть в интернете. Я бы советовал начать чтение его статьи «The Role of Magic and Religion». Это легко найти в нашем интернете. И также я рекомендую всем потом познакомиться с вышедшими двумя книгами, в которых подробно излагается вся идея Малиновского, в частности его идеи «Оргонавка» в западной части Тихого океана, ну и ряд других его работ, которые становятся доступными. В частности, исключительно интересны материалы, касающиеся жизни, биографии Малиновского и его дневники, только что напечатанные по-польски. То есть, таким образом, сейчас роль этой фигуры значительно более заметна, чем она была даже несколько десятилетий назад. Сейчас мы можем сказать, возвращение интереса к одному из действительно великих выстрелителей польской европейской мировой науки XX века. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.